1,4 ребенка на одну семью. Причудливая статистика рождаемости по Самарской области. Эта средняя температура по больнице говорит о многом. В экономически благополучном и вполне стабильном регионе граждане не особо стремятся заводить детей. Демографическую ситуацию в губернии обсудили при участии полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Михаил Бабич обозначил задачу номер один – преодолеть негативную динамику. Хотя в прошлом году смертность в нашем регионе стала самой низкой за последние 12 лет, пока в Самарской области умирают чаще, чем появляются на свет. На совещании детально оценили меры господдержки, чтобы количество переходило в качество. Мы сегодня говорили и о системе пособий, как оптимизировать таким образом, чтобы они были понятны, людям прозрачны, чтобы это было не 20, 25 видов пособия, пусть это будет 2, но они будут достаточно для того, чтобы обеспечить приемлемый уровень, обеспечение уровень жизни молодой семьи. Квартирный вопрос прежде всего тормозит рождаемость. Своё жильё – дополнительные гарантии семейного счастья и появления детей. Нужно развивать социальную ипотеку, отметил губернатор. Решено активизировать работу по выделению земли многодетным. 50 семей в этом году получили бесплатно участки. Ещё более двух тысяч ждут в очереди. Для семей, особенно многодетных, государство должно стать надёжной опорой, говорит губернатор Николай Меркушкин. Сделать так, чтобы особенно многодетные семьи были в поле зрения власти постоянно. Не только вот условно теми пособиями, а постоянно в поле зрения, чтобы эти люди чувствовали, что они, со спиной их прочная опора, власть, которая в любую минуту, в любой момент, в любое время, если будет этой семье тяжело, власть будет поддерживать. По мнению главы региона, многодетные семьи – вот герои нашего времени. В Самарской области стоит развивать своего рода культ семьи. Для повышения рождаемости моральная поддержка также важна, как пособие, бесплатная земля и ипотека. Ольга Кадышкина, Артём Сулайманов, ГИС События.